Маламут или хаски? Как отличить одну породу от другой и какой сделать выбор? Хаски или маламут? Маламут или хаски? Привет всем! В этом видео про собак на канале Кот-Пес мы поговорим об отличиях двух популярных пород собак аляскинский маламут и сибирский хаски и о том стоит ли заводить кого-то из них. Начнем с первого отличия, которое сразу бросается в глаза. Это, конечно же, размеры. Если своими словами, маламуты мощнее, выше и крупнее. Хаски более легкие, поджарые и стройные. В цифрах сравнение выглядит так. Маламут рост в холке кобеля в идеале 63,5 см, вес около 38 кг. Хаски размеры колеблются от 53,5 см до 60, вес от 20 до 28 кг. Окрасов у обеих пород множество, так что по этому параметру сложно будет их отличить, но сразу можно понять кто есть кто по разнице в шерсти. У маламутов шерсть стоящая, плотная, жесткая. У хаски же шерсть более мягкая и гладколежащая. Вернемся к окрасу. Маламуты могут быть от светло-серого до черного цвета. Допускаются рыжие, саболиные и коричневые с белым окрасом. Однотонными могут быть только белые особи. Окрас сибирского хаски тоже достаточно разнообразен. Допускаются все цвета от черного, бурого и до чисто белого. Стоит заметить, что у маламутов пятнистости вкрапления – это нежелательный параметр. А вот у хаски такое допускается. Голова, глаза и уши. Тут у обеих пород все пропорционально телу собаки. У маламута голова мощная и широкая. У хаски средних размеров, узкая – более волчая. У обеих пород глаза овальные, косо посаженные. Но отличить собак можно по цвету глаз, а не по форме. У маламутов глаза могут быть только карие. Голубые глаза или глаза разных цветов не допускаются. Хаски же могут быть как кариглазыми и голубоглазыми, так и с глазами разного цвета. Взгляд маламутов более доброжелательный, а у хаски взгляд более хитрый и игривый. Как видите, сходства в породах больше, чем в разбежности. Но по следующему параметру вам сразу станет ясно, кто перед вами. Уши. Уши хаски посажены близко, по форме более острые. У маламутов же уши широко расставлены, сравнительно с головой они небольших размеров и более закругленные на кончиках. Хвост. Если попытаться объяснить совсем просто, то у маламутов хвост закинут на спину, но не закручен в кольцо. А у хаски хвост, можно сказать, лисий, ниже уровня спины. Характер. У маламутов характер более спокойный и доброжелательный, тогда как у хаски хитрый, любопытный и игривый. То есть при первом же взгляде на собаку можно понять, кто перед вами. Неуемный сибирский хаски, либо более спокойный и размеренный аляскинский маламут. Собственно, и назначения у них совершенно разные. Маламуты предназначались для транспортировки довольно-таки тяжелых грузов на большие расстояния, но с небольшой скоростью. В то время как хаски могут доставить небольшой груз на большое расстояние с высокой скоростью. Соответственно, двигаются хаски грациозно, легко и свободно. А движения маламутов не такие быстрые, но более мощные. Итак, теперь мы можем различить сибирского хаски от аляскинского маламута. Остается вопрос, какая порода подходит вам больше и стоит ли вообще кого-то из них заводить? Обе породы тяжело поддаются дрессировке, но все же маламут более обучаемый. Хаски, согласно статистике, самая часто сдаваемая в приюты порода собак. Связано это с тем, что хаски требуют больших нагрузок и при небольшой активности они начинают выпускать свою энергию не в то русло, шкодничают и грызут все подряд. Маламуты немного спокойнее, но это касается и их тоже. То есть, если вы живете в квартире, постоянно на работе и у вас нет возможности заниматься с питомцем регулярными длительными прогулками, тренировками, возможно, эти породы не для вас. Более подробно о каждой из этих пород мы расскажем в наших ближайших выпусках. На этом все. Оставайтесь с каналом Кот-Пес. Дальше будет еще интереснее.